Аккуратненько, шаг за шагом. Снежное месиво опасно тем, что под ним прячется лед. По мнению автомобилистов, дорожные службы убирать сугробы вовремя не успевают. Да, ездят не часто здесь, но район это, конечно, не заброшенный. Частный сектор, гаражи, многоэтажная застройка, свежая, новая застройка. Но снег не убирается неделями. Потому что если этот слой не убирают несколько дней, то лед, который под ним, это слежавшийся снег. Который действительно не убирают многие-многие дни. Между тем, лед и снег с проезжей части должны убирать через 6 часов после окончания снегопада. Раньше можно, позднее нет. Так говорят правила благоустройства Барнаула, принятые Гордумой. Спросим у водителей автобусов. Здесь обчина миховая, нормально чистят, почти каждый день. А вот на той конечной плоховато. Бывает, мы доезжаем до поликлиники, и все, и вниз уже не спускаемся. То, что мы подняться уже не можем. Ну, не вовремя так убирают после снегопада. А как водитель легкового автомобиля, как оцениваете уборку улиц? Уборку, да, отвратительно, наверное. Что ж ты могу сказать? Отвратительно. Улицы, по которым проходят автобусные маршруты, подлежат уборке в числе первых. В зависимости от категории улиц. То есть, основная транспортная магистраль, это первая категория улиц. И, допустим, где проходят движения автобусных маршрутов, это вторая категория. Ну, и третья категория, это второстепенные улицы, допустим, частного сектора и все остальные. Ну, сейчас более частые снегопады, как по вашей оценке, справились? Ну, относительно неплохо. Справились, но не в полном объеме, конечно же. У города есть проблемы. Износ снегоуборочного автопарка почти 80%, да и машин не хватает. Если требуется, город нанимает их со стороны. Но когда мы снимали у профильного комитета, там техники хватало. Андрей Дриер, Алексей Фризин, Илья Халяпин. День с толком.